Что происходит? Меня ещё дальше выкинуло? Какого, блин, хрена? Мне очень страшно, ребят. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем играть с Абнатика. За все 7 лет, что мы играем в эту игру... Боже мой, смешно же звучит. За все 7 лет, что мы играем в эту игру, я впервые так далеко зашёл. Это прям прогресс. Вот он, прогресс, самый настоящий. У нас есть Крабси-мод, у нас есть всякие улучшения. У нас есть грядки и у нас есть... Циклоп! И мы дождаем код от кают капитана на Авроре. Сейчас мы туда пойдём, мы его добудем. Мы зайдём в каюту капитана и достанем там что-то, что вообще, не знаю, продвинет нас ещё дальше. Позволит нам всё-таки заспидранить с Абнатику. После Авроры мы с вами отправимся на остров с базы пришельцев и отправимся вглубь, вдоль этих проводов, которые ведут в нижние отсеки глубинные. Посмотрим, что там есть, может что-нибудь прикольное. Не может же быть, что они просто так там, да? Игра хочет, чтобы мы туда зашли глубоко. Ведь об этом эта игра, о глубоко-шности. Итак, вы сказали, что нельзя взять Краба и Симота довременно. Я это и сам понял. И поэтому сейчас, кажется, мы оставим Симот здесь. Мы распрощаемся с ним. Только не говорите Симот. Что не говорить, женёк? Не говорить, что у нас сюрприз для тебя в честь твоего дня рождения. Ого, сюрприз для меня? Да, сюрприз для тебя. Иди вот встань туда, не смотри, мы его подготовим сейчас. О, долго ждать? Считай до ста миллионов тысяч. Тупой Симот. Миша в целом вообще нафиг не сдалась эта база здесь. Я сюда больше не вернусь. Сказал это и стал очень грустный, если честно. Надо всё это забрать. Мишку, микроскопы. Ща мы соберём урожай. Ой-ой-ой. Жердяй, жердяй плывёт аккуратней. А! Да-да-да. Мы идём, циклоп. Секунду. Я промахнулся. И ещё раз. И да, есть. Я теперь понимаю, что я очень тупо посадил вот эту грядку. Надо было здесь и здесь. И по центру оставить проход. Точно. Одна грядка тут. И вот как раз у нас три семечка есть. Потом четвёртую посадим. Так, и внутренняя грядка номер два. Во. Давайте ещё лампионы посадим. Один лампион сюда. Красивый лампион вот сюда. Всё наше лабораторное оборудование обязательно нужно поставить куда-нибудь, где мы будем всякие исследования проводить. Нельзя поставить? Наверняка это можно впендюрить на какой-нибудь стол. Точно нам нужно сделать здесь кабинет. Вот, рабочий стол. К нему вот такой стул красивый. Готово? Пожалуйста. Нет. Ну, Мишку, можно поставить-то сюда? Куда-нибудь? Нет. Кстати, вы мне советовали скрижаль отсканировать. И ионный куб. Поэтому давайте попробуем, не знаю, дропнем её. А, её нельзя дропать. И на хот-бар тоже нельзя добавлять. В таком случае вы мне, вы мне добрали. Давайте всё это разберём. Тепловство, не нужно это всё. Гоу на крабы. Кстати, у нас всего 900 метров глубина всего. Ни хрена себе. Однако это недостаточно нам. Здрасте, здрасте, здрасте. Ах, как здесь всё безжизненно стало, да? Разбираем тебя. Усиление разобрать. Все окна разобрать. Ах, прощай. Есть камера осталась? Я не знаю, что мне с ней делать. Я вообще не понимаю, откуда она у меня осталась. А, я разбирал комнату сканирования, и этот дрон забыл туда впиндюрить. Ладно, оставим. Да кто этот звук издаёт? Что? Это вот ты? Да, это ты этот звук издала? Да, маленькая хрень. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, пошла в жопу. Теперь ты летающая рыба. Вот что? Жесть, как неудобно в этом крабе. Он вообще неподвижный. Вот такой, дайте... Блин, неотёсанный. Всё. Стаковались мы, наконец-то. Нам необходимо скрафтить модуль погружения для краба. Ну что, встаём? Итак, это что? Тихий ход. О-о-о-о, даже так. Я плыву к тебе. Как здесь понтово рулить на циклопе? Сейчас, быстренько разберёмся с каютой капитана. Каютой капитана. 2-6-7-9. 2-6-7-9. Открывай, блин. Да. Не за что брать, в первую очередь. Давайте возьмём миниатюру Авроры. Терминал базы данных. Загружены данные. Штаб-квартира Альтеры. Спасательная ракета Нептун. Данный набор чертежей был разработан в штаб-квартире Альтеры специально для спасения вас с 4546B и доставки до ближайших фазовых врат. Он учитывает местную гравитацию, астрономические данные и доступные ресурсы, а также управляется ИИ. Его можно адаптировать под любой доступный источник энергии, но ему понадобится очень много. Набор состоит из пяти. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У нас есть, получается, спасательная шлюпка, которая нас спасёт. Вот, пусковая платформа Нептуна. И всего титановый слиток, микросхема. Это так мало нужно для неё? Мы прямо сейчас её и скрафтим. Погодите, вот тут что-то важное. Питатель батончик и КПК. Журнал капитана. Загрузка программы Крейг МакГилл Симулятор врат. Размер. Один игрок. Капитан. Хот-дог. Холлистер. Карта. Бореаль. Девять. Ресурсы. Нормально. Вы исследуете тихое инопланетное болото, когда корабль, на котором вы сюда прибыли, взрывается. Должно быть это паукообразный похититель почек. Быстрее, что вы будете делать? А, это мы видим журнал его игры. Он решил возделать инопланетное растение. Это именно то, что сделал бы Крейг МакГилл. После нескольких часов собирательства вы нашли несколько потенциально пригодных для сельского хозяйства продуктов питания. Чем вы будете питаться? Яйца звёздных нарвалов. Хотя яйца звёздных нарвалов питательны, Однако жизненный цикл этих огромных космических странников слишком медленный для поддержания фермы. А кроме того, их мать сильно зла на вас. Принять свою судьбу. Крейг МакГилл знает, что разгневанную мать не урезонить. Вы не столько разодраны на части, сколько проглочены целиком и расщеплены. Атомы, которые вы считали собой, постепенно перераспределяются в годы текущего выживания звёздного нарвала. Хотите продолжить? Нет. Короче, это игра, в которую мне не дали поиграть. Не, ну теперь-то с Авророй я полностью закончил. Прыжок! Ох, как хорошо, что я посмотрел, куда я прыгаю. Теперь нам необходимо забрать комнату сканирования. А, давайте заберём всё улучшение. И забираем тебя с собой. Так, 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 цепляйся, цепляйся, цепляйся. Идеально подплыл. О, уже всё выросло. Хм, мне нравится. Просто можно в хлам нажираться. Теперь к базе пришельцев. А что это там такое? Капсула 2. Я не помню, мы с ней, по-моему, не имели ещё дела. Мы в мразотную зону, кажется, заплываем. О, обо что? Слишком шумим. Тихий ход. Вот так. Очень мало шума издаём. Скорее всего, те удары, которые были, это твари предупреждали. Хватит шуметь там за стенкой. Глубина 400 метров. Давайте всех известим, что мы приплыли. Кто-нибудь отреагирует на это или нет? По-моему, кто-то сдал звук. Кто-то откликнулся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Торпеда. У меня нету. Сзади, 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 сзади что-то. Камеры, показывайте. А, мы просто чуть не въехали в скалу. Окей. А, смотрите, тут их целых двое. И кажется, у них романтические чувства. О, самец кальмара издаёт брачные песенки. Но самка не впечатлена. И я не впечатлён. Всё, выходим. Не глуши мотор, Евгений. Это самое важное. Это всё зловещим стало из этого красного освещения. Тихо. А, всё нахрен, залагало. Не трогай меня, мразь. Плывите к поверхности? А чё это я буду? Не буду я плыть к поверхности. В жопу иди. О, так, аккуратненько. Всё. Масляной сок. Подожди, пройдикнуть в эту... Вот. Это вот сюда. КПК. Голосовой журнал. Главное средство, они накрылись. Мы тонем, надо эвакуироваться. Подожди, я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды. Работает. Будущий. Ладно, хорошие новости. Мы живы, и мы перестали тонуть. А плохие? Кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. И что нам делать? Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедства и изготовить всё снаряжение, какое сможем. А затем будем выбираться на поверхность. У вас ничего не получится. Это всё? Это, блин, всё. Может быть, чтобы это было всё, но это всё. Так, мысляная водоросль. Отлично. Теперь садимся сюда и валим. Давайте аккуратненько на нашу базу. Тихо, тихо, твою мать! Кто там издаёт всякие нападения? О! Нет! Мы вернулись. Блин, эту тварь надо убить. О! Тихо! Пошёл ты! Пошёл ты! На! Режь его! Пинай его! По мозгам! О! Воу! Ты будешь открывать своё пузо или нет? Давай! Давай! Спасайся! А это что такое? Глубидный гриб. Я могу, кстати, могу его взять. Может быть, переработан в соляную кислоту. Боже мой! Берём, берём, берём! Я типа сейчас вообще химическими делами буду заниматься. Без перерыва. Джесси, нам нужно делать соляную кислоту. Опа, что? Опа, что? Кислород! Кислород! Кислород не вырабатывается! Кислород перестал вырабатываться! Почему? Циклоп, мразь! Ты подставил меня! Быстрей! Что всё это значит? Какого хрена? Энергия села. Так, вот он разогревается. Ну-ка. Работать? Нет. Что это? Что это нам показывает? Он кого-то видит? Опа! У нас нерабочий циклоп. Почему? Тварь. Энергия ноль. Вот что нам нужно сделать. Два титана, рубина два и комплект парадов расширенный. А в чём мы будем его крафтить? У нас хоть одна энергия ячейка есть? У нас же ни одной нету. Где-то одна есть. Это хорошо. Это, может быть, повезёт нам сейчас? Покажи. Так. Есть! Так, значит, надо сделать кучу энергии ячеек. Нет, нам нужно сделать устройство для зарядки. Точно. Окей. Можно крафтить. Как повезло, что у меня одна есть. 180. Быстро, блин, расходуется. О, вот сюда. Поставим. Да, о, красиво будет. Так, ставим. И давайте ещё вот это возьмём. Вставить. О, заряжается. Она заряжает, но при этом тратит вот эту энергию. Гораздо быстрее. Надо бы выключить всё. Так, у меня проблема ещё больше, чем я думал. 54. Это у нас уже почти полностью израсходовалась эта ячейка. Ну, мы поставим вот эту. Эту извлечём. И впендюрим. Нормально. Меня выкинуло только что из циклопа. И сейчас меня... Что происходит? Меня ещё дальше выкинуло. Какого, блин, хрена? Мне очень страшно, ребят. О! Нет! Я боюсь! Я боюсь здесь быть! Я не знаю, где я! Быстрее плывём! О! Нет! Я боюсь, смотри на зад, что это! Блин! Это призрачный левиафан! Ой, блин! Хватит! Ну, тварь! Хорошо, что я поставил на сурвайвл. Энергия ячейки работают. Энергия на 180. Ну его нахрен! Слишком страшно здесь. Почему он так далеко? Куда он упал? Подождите. Нет. Это не он упал. Это... Это циклоп откинуло так. Стоп. Вернёмся обратно. Лучше спуститься на нём. Ну ты, мразь, конечно. Не ожидал такой подлянки от тебя. Энергия ячейка. Две батареи, силиконовая резина. Блин, да у меня же всё это есть. Отлично, три ячейки сейчас будет. Заменяем. 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 А эти пусть заряжаются. Пусть цвет будет. Не могу так. Краб, 150 метров. Уп-уп-уп-уп-уп. Тормозить. Ты жив? Ты жив! Смотрите, стражник здесь. Или как их называют? Хранитель. Или просто упырь сраный, вонючий. Возможно, нам надо посмотреть, что вот здесь. Куда нас ведут эти столбы? Вон ещё один такой же. Это пришельческие столбы. Они здесь не просто так. Мы опустились на дно. До дне мы. Ага. Ага. Идём. Звучит как приглашение. О! Мы пригласились в очень выгодное место. Хорош! Заходи. А! А-а-а! Скрижаль нужна. Эй, взял? Не взял. Ну давай, ну ныряй. Луч! Ты будешь атаковаться? Блин. 324 энергии. Ну, в принципе, неплохо. Так, это уже на 100 зарядилось. Я только и буду, что всю игру следит за энергией. Что за вопрос? Конечно же, я это и буду делать. А поскольку я скупердя, и теперь я, походу, не буду включать вообще свет. Так, заводи мотор. Что ты? Ну, что ты? А! Оу. Так, это, кажется, внешнее повреждение. Ага. Так, хорошо. Значит, берём, скрижали все. Давайте возьмём краб и спускаемся. Крээп. Так, ну здравствуй. Так, терминал базы данных. Инопланетное святилище бета. Эта зола состоит из ряда главных концентраторов данных, на каждой из которых водружён ионный куб. Они объединены параллельно в сеть с главным терминалом, предположительно для обеспечения целостности данных со временем. Необычайная сложность данных. Сохранённые данные поступили в систему со сканера по локальному терминалу. Оригинальный источник данных был по природе органическим. Данные свидетельствуют о том, что эта зола служила убежищем на исключительный случай для инопланетян, которые его построили. В случае катастрофы они могли укрыться здесь и неким образом перенести себя в концентраторы данных для дальнейшего сохранения. О, прикольно. Неясно, возвращались ли сюда когда-либо другие члены инопланетного вида или как много душ сохранено в концентраторах, но сохранённые данные слишком сложны, чтобы восстановить их при достатке имеющихся данных. Погодите, это просто какое-то бонусное место, это не сюжетка, ничего. А давайте изучим ионный куб. Ионный куб. Данное зелёное минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов и обладает невиданной способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего, выращен искусственно. Кубическая форма предполагает, что он был вырезан из куска большего размера. Каждый из кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротила. При правильных условиях энергию можно выпустить управляемым образом. Очевидно, использовались в качестве батарей, но требуют существенного источника энергии для перезарядки. Оценка. Ценный источник энергии. Берём. Душа этих пришельцев послужит мне верно. Всё, пора валить отсюда. Сделаем, чтобы об этом все узнали. Мы уплываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы в дерьмо какое-то плывём. Разворачиваемся аккуратненько. Давай, прыжок из воды. Бу-у-у, как кит. А-а-а. Давайте понаблюдаем за акулами. Посмотрите на них, эти ублюдские создания. Твари. Недовижу их. Это всё, что вам надо знать. Вам не кажется, что остров стал чуть меньше? А. Окей. Здесь очень ответственно. Давайте выключаем свет. Тут две фаны, поэтому тихий ход. Из оставшегося металла я сделал пластеловый слиток. И теперь мы можем сделать модуль погружения циклопа. Окей, засунули. Давайте медленно погружаться и любоваться этим великим сооружением. А, мы на 900 метров теперь можем погружаться. Охренеть можно. А у нас ноль энергии. А почему? Даже руль не крутится. Какого, блин? И кислород в жопу ушёл. Так, погодите. Что, ни одна ячейка, что ли, не работает? Так, как вы меня достали? Нет, мне кажется, пришельца не будет против, если я здесь как-то застроюсь. Чё за говное дело? Так, я себе в педюре сюда в этот биореактор. Посмотрим, как он будет работать. Так, 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 так. Работает пипец как. Сажайся топливо. Так бы всегда выращивать его. Чтобы не заблудиться, давайте здесь оставим радиомаяк. Название. Ката у пришельцев. Я решил сделать по-другому. Поскольку я понял, что биореактор работает отменно, мы сейчас всё это разберём. И на глубину. У нас проблема. Кажется, я не могу почему-то отсюда выпласть. Выпласть не получается. Почему-то игра не хочет его выпласть отсюда. Что тебе, твою мать, мешает? Жопка мешает. Давай вот так тихонечко сейчас отбуксуем вручную. Ну сейчас, по идее, вот чётко должно быть. Ну давай. Чётенько! Всё, пробуем погружение. Давайте посмотрим, что здесь есть. Стоп. Сначала всё выключить. Выключить. Зачем я? Ты сдал звук, грёбаный? Случайно нажал. Вот это здание. Мы на глубине 180 метров всего. И тут этот портал. И больше ничего. Тогда гоу ещё ниже. Вот, чисто в бездну. Ой, я не хочу сюда. Ой, чё-то всё поменялось на синее. Что за звук? Что это был за звук? Аааа, блинушки! Ааа, тихо! Какой имя тихо? Прости нас! Энергия мало! Бу-бу-бу-бу! Всё, мы течём. Это, это мы просто обоссались. Не переживайте. Задолбала эта энергия. Вечно её не хватает. Чё это, блин, было? Неужели это край карты? По-моему, это не должен быть край карты. Так, тормози. Тормози. Мать моя! А это так должно быть? Мне кажется, что-то у нас съехало немножко. Кривой циклоп. И мы в итоге вернулись к этим водорослям кровавым. Чё-то я нихрена не понимаю. Короче, мы здесь с вами ставим базу. Я хочу здесь сделать базу, но у меня проблемы опять с циклопом. Ублюдок! Другого слова нету. Будешь у меня работать сегодня или нет? Что, все энергия чеки сдохли? Куда ты падаешь? Куда ты падаешь? Обратно, обратно, обратно. Высадил, просто выстрел этого краба вниз на дно. Супер. Отлично. Единственное, что теперь может меня спасти от подыхания здесь, это краб. Мы набрали воздуха. И идем сюда. У меня есть идея. Гениальная. Тебя, мразь, разбираем. Батарейка закончилась в разбирателе. Спасибо. Я совсем не тороплюсь. Все. Моя база временная готова. Место мы это назовем кровавая хата. Также она будет нам заряжать все энергии ячейки и служить временным, короче, убежищем, пока мы будем тут собирать ресы. Нам нужно их много и все не так просто, как я думал. Но все решаемо. Мы сегодня очень многого добились. Столько раз уже обосрались мы. По крайней мере, я не знаю, как вы. Это были ужасные и баги, и появление этих левиафанов. Боже мой, это было стрёмно. Надеюсь, что вы тоже ощутили то же самое, что и я. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то шлепните тысячи лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. И увидимся с вами в любом другом видосе, который я сделаю. С вами был Юджин. И всем... Пять!